Всем привет! Спасибо большое, что вы зашли на мой канал. Я нахожусь сейчас в Дубае. Я уже живу здесь два года. Мне здесь очень нравится. Относительно, конечно, есть и плюсы, и минусы. Но сегодня мы будем поговорить о теме, которая очень актуальна, думаю, для многих, кто желает однажды вырваться из своей маленькой клеточки и попробовать переехать куда-то в другую страну для того, чтобы начать реализовывать свои мечты и желания. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора, это будет, как же подготовиться к интервью на английском языке и как его, собственно говоря, пройти, на что стоит обращать внимание. Я надеюсь, будет вам интересно. И поехали! Итак, ребята, шаг номер один, это, естественно, определиться с страной, куда вы хотите ехать. Для того, чтобы понимать менталитет и то, что необходимо работодателю. Какие черты характера и что он ищет в вас исключительно, и почему он выбрать должен именно вас. Когда вы уже определились, переходим к этапу номер два. А именно, уточняем, какая ваша профессия и изучаем непосредственно те слова и ту терминологию, которая касается непосредственно вашего образования и то, чем вы хотите заниматься в той стране, куда вы переедете. Это очень важный шаг. Без него дальше, как бы, будет сложнее. Шаг номер три, это, естественно, начать прослушивать либо фильмы, либо разные аудиоуроки на английском языке с учетом конкретно вашей сферы деятельности. Это очень важно, потому что вам не нужно, в принципе, на собеседовании рассказывать о каких-то таких заоблачных знаниях уровня английского языка, вам нужно донести вашему работодателю то, что вы хотите работать у него, и то, что вы лучше других, и это, как бы, одна из важных причин. Так сказать, необходимо уметь себя подать и максимально продать, так как от прохождения вашего собеседования будет зависеть уровень вашей зарплаты, что очень влияет на дальнейшую жизнь и существование в той стране, куда вы хотите переехать. После того, как вы определитесь с вышеперечисленными показателями нашего путешествия по изучению английского языка, важным моментом это будет отработка и желание произносить, говорить, скажем так, на носителе языка для того, чтобы немножечко попрактиковаться, потому что очень сложно будет учиться. У меня даже была моя ситуация с моим собеседованием. Изначально, когда я проходила свое собеседование, я когда к нему готовилась, я проходила собеседование в других компаниях, тоже на английском, прежде чем перейти именно в ту компанию, куда я хочу попасть. Это было очень важным для меня, потому что всегда можно сказать какую-то глупость, а сказать глупость на английском языке, это вообще очень легко, поэтому, чтобы максимально чувствовать себя уверенно и спокойно, необходимо практиковаться. Изначально я практиковалась, когда смотрела видеоролики на мою тему, и там, например, задавали вопрос о карьере, чего я хочу, о каких-то моих достижениях, что касается моей работы, то я старалась отвечать на эти вопросы и записывала это на диктофон, как бы это банально не звучало, да, я делала именно так. И потом прослушивала этот ужасный свой пасклявый голос, который меня научил тому, что на собеседованиях нужно разговаривать максимально уверенным голосом и максимально доносить то, что ты просто лучший и ты создан конкретно для этой позиции. Очень важно на собеседовании обсудить также вопросы заработной платы, вопросы проживания, вопросы страховки, вопросы, которые будут сопутствующими, как бы они отдельно от вашего профильного предмета. У меня даже была такая ситуация, как меня спросили на моём собеседовании на английском по поводу того, почему я решила переехать, работать в другой стране, но так как мой уровень был достаточно низкий, и человек, с которым я интервьюировалась, был англоязычный, британец, настолько быстрый и английский, что я подумала, что она меня спрашивает, готова ли я к жаркому климату в Дубае, потому что здесь жарко, и я и начала рассказывать о том, что в моей стране 4 сезона, и о том, что у нас тоже бывает лето, и бывает очень жарко, поэтому я понимаю, что такое жара в Дубае, и я готова. Ребята, если вы думаете, что вы знаете, что такое жара в Дубае, вы ничего, извините, не знаете. А сейчас я вам расскажу смешную ситуацию, даже при всё этой подготовке, поверьте мне, у вас всё равно будет такой момент, когда вы сюда переедете, вы начнёте слушать разные национальности английского, и вы всё равно поймёте, что английский вы не знаете, так как индусский это совершенно не тот английский, к которому мы привыкли, филиппинский это тоже не тот английский. Вообще очень много... У каждой национальности здесь совершенно другой, как это не странно звучит, совершенно другой английский. Поэтому даже переезжая в какую-то другую страну, вы столкнётесь с тем, что 100% в первые месяц-два, после двух часов общения на английском языке, у вас будет голова вот такая, и вы просто будете не воспринимать больше информацию. Это, собственно, случилось со мной, это было очень удивительно, так как люди подумали, что... Ну, с которыми и коллеги, с которыми я общалась, они подумали, что я очень сильно зазнайка, у меня вот такая красивая корона, и я не отзываюсь на их вопросы. Но я старалась всем объяснить, что извините, просто после двух часов мой мозг уже не воспринимает. Так что, ребята, готовьтесь. Не будет легко, но это того стоит. Нужно переезжать. Итак, ребята, итог. Пункт номер один. Определиться со страной, куда вы хотите переехать, узнать уровень зарплат, на который вы можете рассчитывать, и сможете ли вы за этот уровень зарплаты там жить, проживать, ни в чём себе не отказывать, и на что-то, естественно, собирать. Пункт номер два. Это подучить английский язык по своему профильному предмету, по своей профильной профессии, по которой вы хотите переезжать. Пункт номер три. Это практиковаться на тему конкретно вашего предмета, на конкретно вашей профессии. И пункт номер четыре. Естественно, отрабатывать перед зеркалом, просить, возможно, близких друзей, возможно, записывать на диктофон. У каждого своя ситуация. Выберите тот способ, который максимально удобен именно для вас. И, естественно, пункт номер последний. Дерзайте, всё у вас получится. Если вас интересуют другие вопросы, обязательно пишите, и я постараюсь раскрыть их в следующих видеороликах. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь. ПОДПИШИСЬ!